Паруса Духа Мы идем на катамаране, который называется Кани Келли, корабль латвийский, капитан у нас Рейнис Межулес, катамаран модели Лагуна 38, это значит длиной 38 футов, это примерно чуть больше 11 метров. Экипаж катамарана составил 10 человек из трех стран – Латвии, России и Швеции. В ООЛу участники миссии прибыли 21 июня. Здесь их ожидали не только новые встречи и знакомства, но и новый географический рекорд. Экспедиция Паруса Духа добралась до самой северной точки, до полярного круга практически. Вот он, прямо вот здесь, полярный круг. Здесь в резиденции Санта-Клаусу в официальном офисе принято мечтать, мечтать о будущем. И мы мечтаем о том, чтобы состоялось инклюзивное кругосветное путешествие. Мы построили настоящий инклюзивный катамаран, на котором будет возможность взаимодействовать людям с инвалидностью, людям без инвалидности, создать настоящий интересный инклюзивный мир, где каждый человек нужен, где каждый человек используется. В ООЛу был запланирован совместный концерт финских музыкантов и участников миссии Владимира Буша. Там же прошел мастер-класс гамбургского художника Павла Эрлиха, который показал, что при помощи холстов, рельефной пасты и красок можно создавать картины, не имея зрения. Естественно, человек, который не видит, он не будет делать рисунок, который делает человек, который может видеть. Он будет случайно набирать фактуру, имея, однако, за этим абсолютно ясный смысл. Когда ясный смысл присутствует, присутствует четкость, намерение и действие, совершается удивительное, совершается магический акт. 25 июня участники гуманитарной миссии «Паруса Духа» покинули ООЛу и взяли курс на Турку, где их уже с нетерпением ждали друзья из русского сообщества ABC. Одним из самых запоминающихся моментов встречи стали прогулки с завязанными глазами, которые провела для желающих Евгения Малышка. Появился страх, когда я понял, что придется идти куда-то с завязанными глазами, и страх того, что ты наткнешься на что-то, получишь травму. Вначале мне казалось, что я что-то ориентируюсь, и даже неплохо, вот, а потом, а потом как-то вот чем дальше в лес, тем все сложнее и сложнее. Обнялись деревом, которое вообще в стороне чуть-чуть, лесопарк начинается. Потом Евгения неожиданно предложила мне самому порулить с закрытыми глазами и с палочкой, с белой палочкой. Это было интересно. Очень интересное ощущение, очень на самом деле. Мне кажется, что это, ну, вот, каждому обязательно нужно. Ой! Это как же меня занесло-то туда? 29 июня в Турку прошел концерт, а на следующий день гостями экипажа стала группа детей и взрослых из Хельсинки, которым предоставили уникальную возможность постоять за штурвалом. Я первый раз вообще, я даже на яхте не была раньше. Просто класс! Я не думала, что вот настолько прям круто. О, да, это первый раз, и это очень-очень здорово. Потрясающее ощущение, просто невероятно. Это совершенно не то, что водить машину. Я уже имел опыт хождения на яхте. Когда я держался за штурвалом, было сложно. Отчалив от берегов Финляндии, катамаран взял курс на коре Саары в Эстонии. Паруса духа оставили позади Стокгольм, Оулу и Турку, чтобы вернуться туда в следующем году для проведения новых инклюзивных регат, которые наверняка изменят жизнь многих людей, как изменили когда-то жизнь нынешних участников. В какой-то момент у меня со зрением произошли проблемы на фоне диабета. Это началось пять лет назад. Я пребывал в легком таком пессимизме. Все было очень плохо. Но меня познакомили буквально год назад. Познакомили с ребятами из Екатеринбурга. Это белая трость. Я был поражен, что люди с таким как бы недостатком ведут себя совершенно спокойно. И настолько активны в жизни, что могут позавидовать многие зрячие люди. И у меня, я скажу так, у меня поднялось настроение очень хорошо. Мне стало несколько неловко за свой как бы пессимизм. Ну и я включился в работу. У меня буквально завтра день рождения, 56 лет. Я никогда не думал, что я его отпраздную таким образом. Это самый шикарный подарок для всю жизнь. Здесь произошло много важного, что сплотило многих, благодаря чему люди стали ближе. Каждый проходит путь сближения по-своему. Мы помогаем друг другу. В конце концов, вы просто идете под парусом, и это самый простой способ познакомиться, стать нужными друг другу. И совсем не имеет значения, слепой ты или в инвалидной коляске. Паруса Духа — это проект для всех. Абсолютно любой может принять участие. Я думаю, что многим это дает надежду. То, hopefully, для всех. вам